Одесский дворик. Беседую две соседки. Сара, ты знаешь, что мой Моня может пробежать в марафон за полтора часа? Сима, ну что ты его втираешь? Мировой рекорд на марафон 2 часа. Ни что я тебе не втираю? Мой Моня знает короткий. Ребята, буквально на пару слов. Мы сейчас резко с вами переместились в конец этого видео. Это было сложно, реально сложно. Давайте смотреть сегодняшнюю историю. Я хочу сделать эксперимент. Я выбрал для себя беговой маршрут. Этот беговой маршрут это садовое кольцо. Его протяженность, согласно источникам гугла, 15 километров 600 метров. Моя цель доказать, что это расстояние в часы пик можно пробежать быстрее, чем проехать на автомобиле. Минуточку. Средняя скорость профессионального марафонца 20 километров в час. Это можно приравнять к скорости белки или миграции сайгаков. И это не по городу. Это без светофоров и, естественно, не зимой. Так, кстати, бегающих по городу на скорость белок и сайгаков я не видел. Нам понадобятся мужские тайцы, они же леггинсы, компрессионная футболка или лонгслив, про носки мне говорить вам не нужно, спортивные штаны с ветрозащитой, водоотталкивающие зимние беговые кроссовки с протектором, толстовка, она же худи. И, конечно, беговая куртка. И, конечно, неубиваемые часы Гармин. Задача пробежать маршрут, добежать его, посмотреть, что нас ждет немножечко, разобрать бег зимой. И, как было сказано в анекдоте, Моня знает короткий путь. Много ли бегает людей в Москве зимой? Ну, по городу по самому немного. Конечно, в парках проще встретить бегающих, особенно там всякие беговые клубы, типа на экранах. А в парках чаще, на улицах очень мало. Этим, кстати, наверное, для меня и примечательный бег по городу, нежели по парку. В городе там не приспособленные для бега маршруты, то же самое садовая. И еще есть второй момент, что город ощущается немножко по-другому, нежели когда ты едешь на машине. Ну, понятно, в метро ты вообще ничего не видишь. А когда ты бегаешь, ты его видишь с других сторон, углов, замечаешь какие-то места, которые раньше не замечал. Это очень прикольно, очень круто. Я, кстати, сейчас пока еще не добежал до Садового, и мне же надо до туда как-то добраться. Я бегу через парк, Лефортовский парк, небольшой, но очень прикольный, милый. Стартую я от высотки на Красных Воротах. Это не просто точку эту я выбрал, это самая высокая точка на Садовом кольце. Вот эта высотка, она была построена на месте зданий, которые были снесены на месте старых зданий. И в одном из зданий жил Лермонтов когда-то. Кстати, высоток изначально планировалось не семь, а их планировалось, чтобы было восемь. Потому что их начали строить, заложены они были в 1947 году. Это 800-летие Москвы. И планировалось по одной высотке на каждую сотню лет. Если вы ненавидите бег, почему стоит хотя бы пройтись по Садовому кольцу? Еще в далеком 16 веке по велению Бориса Годунова здесь насыпали земляной вал, длина которого была ориентировочно 16 километров. Ну а сверху соорудили еще и деревянную стену высотой около 5 метров. Для того, чтобы как-то въезжать и выезжать, собрали еще 34 въездные башни. И помимо них наклепали еще сотню наблюдательных. Вокруг всей этой конструкции из земли и дерева выкопали ров, залили туда воды, ну и скорее всего набросали акулы крокодилов, чтобы уж точно никто не переплыл. К началу 18 века земляной вал уже не несет никаких оборонительных функций, а все его въезды и выезды превращаются в таможенные границы. Но наиболее известными такими пунктами стали Сухаревский и Смоленский, где также были разбиты крупные рынки. Интересно, что на рубеже 17 и 18 веков была сооружена высоченная по тем временам Сухаревская башня. Никакого метро там, конечно же, не было, ну а башня высотой 64 метра была. Правда, если сейчас вы пойдете, побежите, поедете на Сухаревскую, никакой башни в этом не найдете. Потому что по указу Сталина она была снесена. Когда я учился в школе, бегать было не модно. Борьба была модно, футбич во дворе пинать было модно, а бег не модно. Кроссовки Adidas были не модно, Adibas модно, а Adidas нет. Само слово модно было не модно. Ах да, забыл сказать, я учился в школе в городе Майкопе. Да, это Кавказ. Вэй, 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 вот он, где рай. Пионерами в производстве обуви для профессионального спорта считается компания JW Foster & Sons. Сегодня известна как Reebok. Вот оно что, ребята. Основана она была аж в 1890 году, но в начале 20 века она прославилась тем, что разработала кожаные спринтерские шиповки для Гарольда Абрахамса, который в 1924 году взял олимпийское золото за победу в забеге на 100 метровую дистанцию. Ну а вторая половина 20 века принесла в мир беговых кроссовок несколько десятков важных инноваций, которые повлияли на развитие всей индустрии спортивной обуви. Вот вы серьезно относитесь к выбору правильной обуви для бега. Летом должна быть одна, зимой другая. Ну и конечно нужно не забывать про поверхность, по которой вы бегаете, дистанцию, ваш вес, форму стопы и много еще всякой всячины. Здесь уже лучше вам расскажут профессионалы в каком-нибудь профессиональном магазине. Конечно нужно не забывать про износ обуви, потому что не самая лучшая идея бегать по 10 лет в одних ботинках, а потом постоянно травмироваться. В общем мысль понятна. А знаете ли вы, что некоторые люди бегали марафон босиком? Самый быстрый марафон босиком пробежал Эфиоп Эбебе Бекила за 2 часа 15 минут в 1960 году. На всю эту ситуацию скорее всего посмотрели известные производители мировых красочей и поняли, что нужно выдумывать какие-то сапоги-скороходы, потому что люди и без их кроссовок вон такое вытворяют. 60-е и 70-е годы – начало больших изменений. Основательным переработкам подверглись и технологическая начинка, и дизайн, и культурная роль беговой обуви в мировом масштабе. 60-е начинаются сразу с двух важнейших событий. Старта первого в истории массового производства беговых кроссовок New Balance Trickster, а также презентации первой научно протестированной беговой обуви весом всего 96 грамм. Также от New Balance. Именно эти события позволяют создать новый рынок, состоящий из бегунов-любителей, которые занимаются бегом на непрофессиональном уровне. И в мире начинается мода на джогинг – бег трусцой. Опасно ли бегать зимой? Вообще нет. Но самое важное – это, конечно же, правильная одежда. И у меня сейчас минус 9 показывает. Мне абсолютно комфортно бежать, но важно. Значит, правильная одежда. Другой момент – это разминка. То есть прежде чем выйти, бегать на улицу, чтобы не травмироваться, вам нужно делать заранее разминочку. Помните, когда вы бегаете на улице, ваше тело достаточно быстро разогревается. И поэтому, если вы будете разодеты во всякого рода пуховики, это может привести к конкретному перегреву. Правильное одевание так называемыми слоями даст вам возможность регулировать температуру тела. И не забывайте о еще очень важном моменте при беге зимой. Когда вы закончите вашу пробежку и остановитесь, тело будет охлаждаться очень быстро. Поэтому хорошая идея будет сменить мокрую одежду на сухую, прыгнуть в теплую машину, а еще лучше в теплый душ или ванну. Есть еще одна фишка, о которой знают немногие. В холодную погоду обязательно проверьте скорость ветра, ведь сильный ветер будет охлаждать ваше тело очень быстро. Если вы сильно вспотеете и будете стараться победить силу ветра, вы скорее всего проиграете и достаточно быстро охладитесь. И ребята, маленькие детали, о которых многие забывают. Уши, кисти рук, ступни. Эти части тела находятся дальше всего от сердца. И это значит, что вашему организму потребуется больше времени для того, чтобы согреть их. Особенно в то время, когда вся энергия уходит к вашим мышцам для того, чтобы поддерживать беговую активность. Теплые перчатки, носки и шапки критически важны, чтобы избежать неприятных последствий, ну и просто сделать ваш бег более комфортным. Хочу сделать маленькое замечание. В организме мужчины и женщины есть отличия. Мышечные и жировые объемы у мужчин, как правило, больше. Это говорит о том, что женский организм, как правило, более чувствителен к низким температурам. Поэтому, девушки, женщины, если на столбике термометра вы увидите минус 15, то вам лучше обойтись спортзалом. Почему так важно бегать зимой? Давайте-ка разберемся в преимуществах. Чем чаще вы будете бегать на холоде, тем устойчивее ваш организм будет к низким температурам. Ваше тело активизирует защитные функции и, соответственно, вырабатывает иммунитет к различным бактериям и инфекциям. Следующий момент. Значительно улучшается дыхательная система. Легочные стенки становятся толще, а объем легких увеличивается. За счет регулярных тренировок ваша сердечно-сосудистая система укрепляется, что способствует более быстрой доставке крови к жизненно важным органам. И какое же влияние оказывает вся эта холодина на нашу кровь, спросите вы меня. Самое прямое. Во время занятий спортом на морозе ваша кровь активно сжижается, что в свою очередь предотвращает закупорку сосудов и образование тромбоза. Более того, постоянные пробежки на свежем воздухе помогают вам значительно увеличить вашу внутреннюю энергию, избавиться от утомляемости и депрессии. Ну и, конечно, все мы слышали выражение «дышать полной грудью». Чтобы по-настоящему уловить это чувство, отправьтесь на прогулку, а еще лучше пробежку в лес или горы. Целебный воздух лесных массивов и альпийских лугов содержит в сотни раз больше аэроионов. Вот и ответ на вопрос, почему многие профессиональные спортсмены проводят свои сборы где-нибудь рядом с лесами и поближе к горам. Ну и, конечно, бег зимой – это преодоление себя. Системный подход к тренировкам воспитывает стойкость и уверенность, развивает силу воли и выносливость. Что делает бег зимой сложным? Конечно, погода, этот холодный ветер, лед на асфальте. Световой день очень короткий, а по темноте бегать тоже не хочется. Боимся переохладиться и простудиться, а потом валяться с кашлем и насморком. Да и просто лень. Зачем составлять себе вылезать в этот морозильник, когда дома есть плед и маршмеллоу и киношка? Конечно, зимой выше вероятность травм. Есть риск подскользнуться или ушибиться. Кому-то может не понравиться накидывать на себя тысячу одежд, но кому-то просто недостаточно мотивации бегать в одиночку. А компанию для бега зимой найти гораздо сложнее. Мы не можем найти для себя то вдохновение, ту веру, мотивацию, чтобы просто сделать первый шаг. Шаг в сегодняшний день, каждый день. Перед тем, чтобы сделать что-то серьезное, в наших головах постоянно сталкиваются мысли, а надо мне это или нет. Мы оглядываемся в прошлое и вспоминаем, как нам было тяжело, как кто-то был лучше нас. И почему-то часто мнение других нам важнее собственного. Мы верим в кого-то, но не верим в себя. Не цепляйтесь за прошлое. Не живите обидами. Вспоминайте хорошее. Никому не завидите. Все, что небом вам послано, принимайте как должное. Все, что сделано, к лучшему. Как бы ни было сложно, на судьбу не кричите. Каждый миг будьте счастливы. И других не судите. За их слабости частые. За любимых боритесь. Богом данными силами. На слова не скупитесь. Будьте нежными с милыми. Как же просто жить радостно. Восхищайтесь закатами. И влюбляйтесь всей страстью. В жизнь свою полосатую. Это жизнь, друзья. Она не легкая штука. И мы должны ставить себе цели. И делать шаги к их достижению. Не бояться, что произойдет какая-то, блин, катастрофа. Это, мать его, круто. У меня нет причин, чтобы не идти к своим целям. А у тебя. А у тебя. Продолжение следует...